Масштабным сражением перед Сарокской крепостью завершился средневековый фестиваль «Пятая башня». Более 50 участников два дня реконструировали для сотен зрителей элементы материальной и духовной культуры средневековья – оружие, доспехи, костюмы и музыку. Мы вернулись с новыми идеями, с мастер-классами, с танцами, с кукольным театром, с различными выступлениями показательными. У нас есть турнир рыцарей, у нас есть турнир лучников, у нас есть тир лучный для зрителей. То есть каждый что-то найдет себе на нашем фестивале, какое-нибудь занятие. Мы надеемся продолжать вот эту замечательную традицию популяризации истории, как науки, для молодежи, для детей, ну и для взрослых, которым это интересно. На фестивале выступала группа, исполнявшая средневековый фолк, позволявший гостям окунуться в атмосферу былых веков и почувствовать себя в роли крестьянина, горожанина или феодала. Мы все увлекаемся историей, мы любим историю нашей страны и, скажем так, историю стран всего мира. И при этом мы музыканты. И получается, что мы решили совместить историчность и музыку. Так и родилась идея создания подобной группы, именно в жанре средневекового фолка. Это очень какие-то известные мелодии, которые до нас дошли, но в основном это только самый костяк, только самая основная мелодия. И мы уже просто придумываем, а как бы это звучало. Мы уже наполняем это разными инструментами, разными голосами. В фестивале, проходившем 27 и 28 августа, приняло участие два клуба реконструкторов исторических боев. Из Кишинева и из Бельц. Сейчас сражались на копейном турнире с моими товарищами. Мы все вместе с друзьями в Кишиневе, вместе занимаемся, ходим в зал. Это спорт, это интересные сражения. У нас есть и рыцарские турниры, и копейные турниры. Я там на мячах, со щитами, я вот копьем больше увлекаюсь. Долгое время я сам был, как человек в клуб. Потихоньку ребята подтягивались. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, это физически не все выдерживают. Потому что, когда все хотят побеждать, но не все хотят тренироваться. И как бы многие просто сливаются. Ребята занимаются. Есть спортивная часть, то есть это фехтование, это копье, меч, щит-меч, полуторный меч. Есть, чисто занимаемся реконструкцией быта. Нам очень понравилась стрельба из лука. Всегда мечтала попробовать. И ребята пригласили с собой на фестиваль. На фестивале мне дали попробовать пострелять. И так я начала ходить на тренировки. Дочку взяла с собой, ей тоже понравилось. И вот с тех пор уже, как год, мы занимаемся стрельбой из традиционного лука. Я тоже решила попробовать. Пошла на тренировку, мне очень понравилось. Стрелять из лука, там классная атмосфера. Это захватывающе. И таким мало кто занимается. Зрителям пришлось по душе представление, приуроченное ко Дню независимости Республики Молдова. Тем более нечасто можно увидеть такое в нашей стране. Все очень здорово, молодцы ребята. Все хорошо сделали. Красочно. Нравится это просто такое событие. Классно присутствовать и видеть это все своими глазами. На самом деле первый раз такое видим. Средневековые бои. И вообще нам нравится ваш город, крепость. Очень классно, молодцы. Фестиваль «Пятая башня» прошел в Сороках в пятый раз. Впервые рыцари схлестнулись на нем в бою в 2016 году. «Рушка» прошел «Р takiego м抓щита» Шестиваль «Рушка» прошел» «Товоль �.» «Б display в сбор ahora!» « rekéntasticо, блузюканcipışуга!» «Рушка» 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 Часто батарея!